Привет, это школа гоночного мастерства от зима. Сегодня мы не будем участвовать в гонках, так как сообщество, организовывавшее заранее гонки, что я так любил, закрылось из-за падения цен на нефть. Но я питаюсь говном, а не нефтью, как и все нормальные люди, так что меня это падение никак не зацепило, не волнуйтесь. А вот погонять мне все еще хочется. Поэтому я решил пойти и покататься на пабликах. М, это камера! Я долго решался какую-быльку выбрать, чтобы было веселее и интереснее. И решил, что Тойота ГТ-86 самое то, так как вспомнил одного старого подписчика, GDM-щика. Теперь я использую весь свой навык инженерии и 3 класса образования, чтобы сделать эту машину быстрее вас, когда вы сказали хуй при бате. Для этого убираем схождение кабинем на обоих колесах и пробуем ехать круг. На треке мы сразу видим одну формульную чудилу в стене, да выёбывался, сука. Но не успел я проехать пару метров, как тоже да выёбывался. Чёрт возьми, да это всё местные власти виноваты, не чинят дороги. Вскоре я починился и поехал пробовать ещё раз. И вот так ситуация, я встретил водителя БМВ. Я воспользовался ситуацией и сразу обогнал этого пидароса. Правило хорошего поведения на треке номер один, если вы видите водителя БМВ, чмырите этого сучка и не пропускайте его вперёд, иначе он поступит так с вами первее. Только чмырением водителей БМВ местное быдло может объединиться в стае и выживать в дикой природе. За такие наезды пидарок, решил сломать мне задницу, и я снова поехал искать меха, чтобы починиться. Не успел я доехать и круг, как я подскользнулся на банане, вылетел с трека и врезался в очередную стену. Чёртовы власти, дороги не чинят, оставляют бананы и стену, понаставили вокруг да около. В общем, я решил не выпендриваться и вернуть схождение как было, чтобы ровно ехать, и это помогло. Когда мне попалась очередная подлянка от местных властей, я ловко и геройски вырулил и продолжил свой путь. И даже, когда я переехал спящего бомжа и мою машину чуть не унесло в очередную стену, я порешил ситуацию и спас себя. Однако, местные власти, водители БМВ, бананы на дорогах и спящие бомжи, это меньше ли из бед. На своём пути я встретил местного дурачка на серебряной Тойоте. У него такая же машина, но у меня гоночная версия на спайсах и с шилом в жопе, поэтому я думал, ща я его обойду и поеду искать чего ещё, но не тут то было. Сучок решил меня подрезать, я чуть было не вылетел в стену от дорогих властей, вот ведь засранец, но ничего, ща что-нибудь придумаем. В кармане я нашёл упаковку спайсов и ширнулся в сорокотельник, повисел у него на хвосте и подождал пока в штырит и скорость пришла. Ну ещё, конечно, помогло то, что его слегка занесло. В зеркале можно было заметить, что он пытался оседлать меня сзади, как деревенский ли парень местного осла, но я вовремя повернул и педрило влетел в стену. Однако, на дороге лежал ещё один банан и меня развернуло, а чудило пронёсся мимо, что странно. Когда я найду того, кто разбросал бананы по треку, я ему в жопу их засуну. Думал я, сейчас продолжу кататься, ведь дурачок уехал далеко вперёд, но нет, он использовал приём мусоров из моста Вантеда и затормозил перед мной. Сука, маме расскажу твоей. Вот такие вот, блядь, паблики в Проджект Карсе. Думал, сейчас вот покатаюсь, но тут ещё один водитель БМВ. Ёбаный в рот. Но что там перед ним? Да это же местный чудило. Блядь, как он так быстро добрался туда, мы ведь одновременно в боксы телепортировались. Однако, местный чудило решил стать дрифтером и улетел в Эбене на траву, что хорошо. А так как я всё ещё на спайсах, я обогнал и водителя БМВ, что ещё лучше. Кто-то ещё думает, что спайсы, это плохо. Да на них мир, блядь, держится. Но потом я словил жёстких приходов и снова улетел в блядскую стену, ну что за пиздец? Я представил, что я стик из топ гира и решил сделать модный влебан, о чём пожалел, ведь я наткнулся на ебаного гопника. Я чуть не обосрался и само собой, начал драпать что есть сил. После я заметил, что гопник тоже на БМВ и не какой-то из 80-х годов, а на З4 в неё спайсов для ускорения вмещается больше, чем в вас пить в школьной столовке. Верите или нет, но я бежал от гопника быстрее, чем вы бегали от директрисы, когда вас спалили с сишкой в школьном туалете. Но гопник пошёл на перехват, я зацепил траву и развернулся, ну а после меня отпиздили сильнее британцев в 19 веке. Если вы деградант и вам действительно интересно, что было дальше, то вот что было. Водитель БМВ поджарил мне жопу, я на него обиделся и пошёл скользить на Ауди. Спасибо за просмотр моей хвени, не болейте, не злите мамку и кушайте овощи. Субтитры сделал DimaTorzok